Людмила Ивановна, добрый день! Расскажите, какие новости по судам? Ну, новости по судам могу сказать про суд, который был здесь у нас в Центральном районном суде 25 августа. Это, ну опять, суды по имуществу всех фигурантов экономического дела. Ну, надо сказать, что суд длился очень долго, до 9 вечера. И надо сказать, что он как бы был довольно-таки продуктивным, плодотворным. И судья была не та, которая должна была быть на этом суде, должна была быть судья Королева, которая очень такая жесткая и очень, ну так, ведет себя по отношению к слушателям очень жестко. Даже однажды запрещала аудиозапись вести, но потом вроде ничего, смягчилось. Она видна в отпуске, и была другая судья, которая вообще-то она, как мы выяснили, гражданскими делами занимается. Вот, ну то есть, ну как бы первый раз мы увидели, во-первых, как бы вот ее заинтересованность разобраться в деле, то есть насколько она с ним знакома, я не знаю. Очень много ходатайств, которые она, ну, удовлетворила. То есть, а ходатайства в основном касались того, чтобы, ну, наши люди просили, ну, сделать запросы, чтобы найти очень много документов, которые подтверждали бы, на какие средства приобретена вот эта собственность, которую арестовали, и которая даже уже им не принадлежит давным-давно, а принадлежит третьим или вторым лицам. Вот, то есть, столько времени идут эти суды, уже больше полутора лет, вот, по имуществу, по аресту имущества, и оказывается, в деле очень много документов вообще отсутствует. Вот, потом, значит, наши просили, чтобы следователь Данилов, он, конечно, был против всех ходатайств, что все это нет-нет-нет, но, тем не менее, судья принимала свои решения, очень много удовлетворила. И, конечно, опять задавался вопрос следователю, ну, это как бы, чтобы было зафиксировано, видно, наши хотят, чтобы, потому что цифры ущерба, причиненного там Бальскому, не знаю кому, то они 3 с чем-то миллиарда были, то они 2 там с чем-то, но сейчас вот он на втором суде называет цифру 2 миллиарда 600, даже он сейчас считал 604 миллиона, но дальше он точно цифру не знает, ну, то есть, что тоже вызвало недоумение у всех, потому что столько лет это все тянется, а с точностью до рубля и до копейки он эту цифру так и не может озвучить. Короче, было ходатайство суду, и она его тоже удовлетворила, чтобы были представлены документы, откуда взялась именно такая сумма. Но потом, правда, был такой нюанс, в 7 вечера уже суд полпятого, ну, чуть попозже начался, в 7 вечера вдруг оказалось, что адвокат Сергея Ивановича не подключен, то есть, как бы, здесь всех проверили, все на месте, все попросили, кто есть кто, Сергея Ивановича, Шухова, что вот это они, а про адвокатов как-то, как-то почему-то забыли, но Сергей Иванович, что он не, ну, не знаю, то есть, он не знал, что ему подключено, его адвокат прислужила, вот, ну, а когда выяснилось, что вот так, как-то, то есть, не объяснила судья, почему, но она что-то сказала, что то ли подключить не удалось, то ли еще чего-то, но он говорит, я знаю, что она ждет, а, и даже наши адвокаты вот здесь, видно, уже как-то созвонились с Москвой, сказали, что адвокаты ждут Шухова и Фургала там в Москве в суде в каком-то, который должны были подключить, но вот как-то их не подключили. Эльвира, почему вы решили, что Бальский заказал Фургала? Я посещаю фактически каждое судебное заседание, проходящее в Хабаровске, все внимательно слежу, и я сделала вывод, что Бальский, судя по материалам дела, именно Бальский является заказчиком дела Фургала, дабы отнять завод Амурсталь, но завод уже отнял, ну, выпустите, дальше что, какие цели преследует этот человек, что ему нужно от нашего губернатора, по-моему, цели достигнут, зачем Фургал сидит, все, ты же забрал уже все.